Всем доброго утречка! С вами снова всеядный Серега из Волгограда. Эксперимент продолжается, живу месяц на тысячу и опять из меня ушел один лишний килограмм, но сейчас восполним время завтрака, хотя здесь у меня не килограмм. На завтрак у меня сегодня лепешка с улочевым вареньем, пара печенья, две грушки, которые нужно срочно доедать, и я заварил напиток, а напиток я заварил циколью вместе с перловкой, решил попробовать у циколья такой горьковатый вкус, а у перловки мне понравился такой мягкий, я решил соединить, попробовать что получится. Горячий еще сейчас настоится. Какие планы на эти дни? Сейчас я проверю голосовалку, что проголосовали насчет пятерочки, если да, то пойду искать просрочку, еще нужно зайти в Макдональдс, у меня опять накопились баллы, уже без моего участия, сейчас обменял на картошку, еще на что-то там, сахар еще есть, нужно обязательно сварить варенье какого-нибудь, например, яблочного, у меня не было еще яблочного варенья. игрушки, игрушки вяжут, но ничего, нормально. Придемент продолжается, все идет пока хорошо, ем печеньки, вам, ребят, огромное спасибо за внимание, за комментарии, за лайки, все, что вы оставляете под видео, нас на канале с каждым днем все больше и больше. Последний раз, когда я заходил на канал, нас было уже 166 тысяч, это огромное количество, ребят, вам огромный респект и уважух. Каждым днем эта цифра растет, число подписчиков на канале увеличивается, я понимаю, что вам нравится формат такого видео и стараюсь выпускать их регулярно. Все, ребят, я позавтракал, сейчас даем печеньки, увидимся в обед. Я сейчас вернулся домой, время уже почти 5, время быстрой еды и у меня на такие случаи как раз есть заготовка в морозилке. Я их назвал мясные вареники, они просто настолько большие и на пельмени, на обычные пельмени не похожи. У меня их еще достаточно много, вот примерно половина сейчас на обед я сделаю. Вода в кастрюльке уже закипела, кидаю туда мясные вареники и обед готов. Пока пельмешки варятся, я достану, у меня еще мюсли-батончики оставались, достану один, посыплю его сахарной пудрой. У меня оставался еще кусок морковки, на мелкой терке его. Капельку майонезика. Готово. Витаминный студенческий салат номер 4 готов. Что у меня сегодня на обед? Салат из свежей морковки и капелька майонеза, мюсли-батончик из алычи и овсяных хлопьев. И ароматные мясные вареники домашнего производства. Рябина лежит здесь просто для украшения, потом завалю ее тоже какой-нибудь напиток, можно с зеленым чаем. Майонез я экономлю, поэтому мясные вареники ем без майонеза. Фарш суховат, получился, но ничего, зато очень вкусно. Третий пошел, четвертый. Перца чуть не хватает, надо кстати в Макдональдс зайти, сегодня зайду в Макдональдс и еще перца спрошу. Готово. Что мне нравится, морковки отлично сочетаются с майонезом. Вот такая штука получается. Когда этот месяц закончится, я пойду в студенческую столовую и у меня выйдет видео, весь день ем в студенческой столовой. Давненькое там не было, но вкусно там конечно было. Раньше такой салат стоил 2,60 кажется что ли, но это было когда я студентом был ученый. И мюсли батончик. Отличная штука, питательная. Концентрат фруктов и овсянки. Я сейчас убегаю, увидимся вечером за ужином, на ужин буду готовить. Горох поставил, уже замачивался. Второй суп-набор задний. И самое главное, взял у батя вот такую штуку. Знаете что это такое? Это называется? Как эта штука называется? Вот здесь варианты ответов, можете проголосовать. Вечером буду готовить суп, у меня уже второй день нет супа, без супа я, без первого я не могу. Горох заметил один съеденный. Раньше знаете как было? Сидишь в детстве, перебираешь этот горох. Червячки раньше его ели хорошо. Сейчас то ли горох такой стал, то ли его обрабатывают. Все, червяки больше горох не едят. Вот один попался, я прям удивился. А раньше прям помню, сидишь вот так вот высматриваешь, такая маленькая точечка, а червяки они хитрые, они дырку проедают, а потом закупоривают и примерно таким же цветом. Нужно быть очень глазастым, чтобы заметить было вот эту штуку. Что еще удовольствие искать червяков в горохе? Это было все в прошлом, сейчас светлое будущее настало, технологии. Вот, пожалуйста, целенький, красивенький горох, все натуральное. Все, ребят, увидимся за ужином. Я сейчас по пути домой, возвращаюсь, зайду в Макдональдс. У меня опять накопилось много баллов там в этой игре и я сразу с трех телефонов обналичу их. второй, и третий. На этот раз я в приложении вообще ничего не делал, они накопились баллы, эти звездочки там, монетки в общем автоматически сразу с трех телефонов нажал вывести. Вот мой чек. Ничего, все бесплатно. Хотели мне лишнюю колу дать? Спасибо. До свидания. Я бдительно отказался. Итак, здесь у меня один напиток, раз, два, и две маленькие картохи, салфетки, две трубочки, потому что два напитка мне хотели вначале дать. Для тех, кто не знает про эту игру или не смотрел предыдущие серии, я сейчас немного подробнее расскажу. Сейчас в Макдональдсе вот такая игра, называется Астромак. Здесь нужно двигать пальцем или же просто ждать, пока монетки накопятся. План игры здесь такой, стартовать здесь долго, тут медленно очень все. Ищите чек, сканируете, покупаете апгрейд и все. Бустеры полные дичь, на них внимания не обращайте. Только хэппи-нил можно щелкнуть раз в день. На этом все. В игру больше не заходите, вот так двигать пальцем не надо, не тратьте свое время. Монетки сами накопятся, примерно через неделю обменяйте на картошку, либо напиток. В общем, с каждого из имеющихся у вас телефона делаете вот это вот. Итак, ужин одиннадцатого дня. Напиток у меня есть, гарнир есть, нужно приготовить первое, потому что я уже замочил горох. Вода закипела, кидаем сюда курочку. Снимаю пенку, накрываю крышкой, курица будет готовиться в скороварке минут 15. Готово. Для горохового супа мне потребуется горох, конечно же картошка, морковка и лук. Отлично. Добавляем их в суп. Кидаю сюда горох и все остальное. Картошка, морковь. Я сейчас только вспомнил, что я в Макдональдсе забыл взять перец. Я же хотел взять перчика там бесплатного. Ладно, завтра зайду, может по пути. На ужин у меня сегодня куриная отбивная в кляре, на гарнир картошка фри, соус у меня кисло-сладкий, напиток кока-кола и гороховый суп, конечно же. Отлично. Когда сам готовишь бомж рецепты, то есть без ничего, начинаешь понимать из чего готовить в детском саду, в столовке в любой обучи, все это по одним рецептам делают. На работе меня на последней кормили, не, в начале у нас был там период в столовке, нам давали мясо, давали мясо отбивная с черносливом, там с ананасами, все это в кляре было. Потом компания решила сэкономить. На чем экономить? Конечно же на еде сотрудников. Руководство в столовке то все равно не ело, они уезжали, бывало даже с обеда не возвращались, сразу домой уезжали. А дальше у нас на работе произошло следующее, решили еще сократить, на чем опять на еде. Та же самая еда, только стала платной. В общем, вот такие реформы у нас. Готово, ребят. Вот всегда, когда что-то свеженькое, оно в два раза вкуснее. Я прям бы сейчас вторую еще, если я сейчас не наемся, я еще вторую порцию. Но второе у меня картоха, которая, короче, такая уставшая стала. По-хорошему надо было ее сразу съесть, вы мне в комментариях так напишите Серега, надо было картошку сразу съесть. Но как бы у меня получилось, если бы я съел бы ее сразу, я потом бы суп не стал есть, потому что всякий случай поставил, чтобы не забыть скороварку, а то вдруг взорвется еще. А в детстве знаете, как я боялся? Вот эта скороварка, она еще с моего детства, она вечная, она советская. Если бы я картоху поел бы сразу, потом бы чувство сытости появилось, и я бы уже не стал есть потом гороховый суп. Картоха с кисло-сладким соусом. Поехали. Поехали. Мясо жесткое стало. Это свинина. А, ребят, это свинина. Это отбивная же. Почему же она такая жесткая? Ну, ничего. Мясо оно и вафрике мясо. Все, ребят, я доесть это не могу. Две маленькие картошки фри после тарелки горохового супа. Это много. Попью немного газировки. Ну что ж, день заканчивается. Надо отметить его в календаре. 14-й день. Отлично. Почти половина. Завтра я иду в пятерочку. Посмотрел результаты голосования. Того опроса, который делал вот здесь вот. И большинство проголосовало. Это интересно. Надо проверить этот лайфхак. Идем в пятерочку за просрочкой. Завтра отправляюсь в магазин. Благо пятерочки у нас в городе есть. Я уже говорил, у нас их около 20 что ли. Но в сравнении с количеством магнитов у нас в городе, конечно, это ни в какое сравнение не идет. Магнитов у нас около 200. Готово. Всеядный селега справился с кока-колой. Сейчас справлюсь и с картошкой. Добро не должно пропадать. Зло тоже. Просто завтра картошка вообще будет никакая. Поэтому ее лучше сейчас заесть. Ну что ж, теперь перерывчик на сон. И отправляемся в пятерочку. Уличная магия. Итак, день 15-й утро. На завтрак я приготовил овсянку с молоком. Кашу я съел сразу. Боярышник намыл и взял с собой по пути поесть. И так, иду я сейчас в пятерочку проверять лайфхак с просрочкой. Раньше эта акция называлась «Отвечаю за качество». Там был специально обученный человек, который за всем этим следил и за это за все получал. Сейчас, как мне правильно написали в комментариях, они всю информацию с сайта, то есть пятерочка всю с сайта информацию убрала. То есть инфы вообще нигде нет, что если вы купите просрочку, то вам там кто-то за качество ответит. Поэтому я решил проверить, работает ли этот лайфхак сейчас. А еще мне правильно в комментариях написали «Сходи» и лучше уж ты найдешь просрочку, чем какая-нибудь бабушка потом отравится. В общем, иду в пятерочку и ем боярышник. Боярышник, кстати, отличный, мясистый такой, хороший, сочный. Это последний. В общем, план такой. Иду в магазин, ищу просрочку. Если нахожу, то вначале ее покупаю и говорю об этом. Зову специально обученного человека и тогда уже по договоренности. Либо мне этот товар отдадут, либо возврат и там еще что-то другое отдадут. А в общем, как мне посоветовали в комментариях, пусть они не пробивают этот товар потом, а так просто спишут, чтобы это на убытки магазина легло, а не на зарплату этого человека. Да, у нас тоже такая же история была, когда я работал в магазине, у нас было 4% можно было списать на убытки, 4% от чистой выручки. Но у нас на магазине всегда сумма убытков больше была намного от выручки, и нам потом в зарплату урезали. Ладно, в общем, иду в магазин, сразу камеру доставать не буду, а то поймут в чем дело. Вообще есть такая теория, что если вы ходите по магазину больше 10 минут, на вас обращают внимание, и быстренько за вами там переставляют товар, перебирают, чтобы ты просто просрочку не нашел сам. Положу сюда один хлебушек, чтобы неподозрительно ходить в магазин. Ну так, будто я выбираю что-нибудь. Я пересмотрел все торты, торты все нормальные. Вот здесь вот некоторые до сентября, а некоторые вот заканчиваются завтра. То есть нужно обращать внимание, то есть пришел в магазин, купил либо сентябрь, либо... Пока что нашел только одну растишку, сегодня 20-е, вот на 3 дня уже просроченная. Вот это пока что. Остальные все нормальные. Меня уже обнаружили, и за мной ходит человек, и проверяет тоже сроки. Йогурт-чудо. 18 августа. 2 дня как уже умер. Фруате. 20 августа. Надеюсь, завтра его уберут. 17 августа. 3 дня как умер. Сюда его тоже. Я думаю, хватит. Я даже вот долго не ходил, только в молочку зашел, булку на место кладу. С одной стороны, понятно, что все здесь зашиваются, все суетятся, не хватает времени на проверку. Но с другой стороны, вот это я нашел. А если бы нашла бы та же самая бабушка, да, которая лечь шла в комментариях. Никто... Они же сроки годности так не проверяют, они просто берут первое, что на полке. И я не знаю, что сейчас будет на кассе, в общем, потому что меня обнаружили. Там сейчас уже весь магазин проверяет все остальные сроки годности. Ну, я пошел на кассу, куплю и посмотрю, что получится в итоге. Скорее всего, мне просто сейчас скажут, а, тут просрочка, так что мы вам это не продадим. Ну, сейчас проверим, в общем. Гигантские у нас арбузы продаются. Это килограмм, наверное, на 15. Просто монстры у нас, а не арбузы. Вот, проверьте, у них сканер там не работает. Сканер не работает? Не работает, специально отмечает. 113. 113? Так, ну вот, сказал позвать администратора. Сейчас придет. Вот мой чек. 20-е число. 17-е. 18-е. 17-е августа. Это я, еще раз проверю, это я только в молочку зашел и буквально вот, ну, то есть первое взял. К сожалению, в пятерочке вот пока ничего не меняется. Я здесь последний раз так проверял сроки годности, когда полгода назад, что ли. Ну вот, посмотрим, что сейчас скажут по качеству. Подошла девушка в зеленом, сказала, что сейчас сделаем возврат и такой же товар мне отдадут. То есть нигде не написано на сайте, что это у них акция продолжается, отвечаю за качество. Но вот так как бы. А все работает, все работает, оказывается. Мне сказали, что мне все три таких же, только свежих дадут. Я взял одну, я как бы не хочу напрягать. В общем, одну такую штучку взял. В общем, ребят, лайфхак работает, но свое мнение об этом лайфхаке я уже сказал. С одной стороны, за сроками годности надо следить, но с другой стороны, это все ложится на зарплату товароведа, то есть ответственного человека. Поэтому, в общем, вот такие дела. Это мне. Я сейчас как раз в него рынка прохожу, посмотрю дешевые овощи. У нас овощи дешевые здесь иногда бывают, то есть не всегда. Нужно смотреть, выбирать, искать. Здесь местечко как раз нормальное. Баклажаны 15, кабачки 20, помидоры 5. Ребят, 5, 10. Так, я вообще за луком шел, но если по 5, можно что-то выбрать по 10. Желтые помидоры по 10, ребят. Возьму обязательно сейчас. 7 рублей. Пакет помидоров, сдать 4 рубля. Веселые арбузы. А вот сейчас прохожу мимо магнита, попробую сюда зайти и посмотреть, есть ли в магните просрочка. Все тоже самое пересмотрел. Йогурты нормальные. То же самое, нормальное. Здесь тоже все по срокам годности. Я вот точно могу сказать, что в любом магазине просрочка будет. Но в магните, вот я не знаю как в вашем городе, я сам работал в магните, когда нас за это очень прям, так, хорошее бы слово сейчас подобрать. Да, натаскивали, в общем, натаскивали нас на это. И здесь все очень так следят. Ну, в нашем регионе, по крайней мере, так. Так, но дам такой небольшой совет. Все равно смотрите сроки годности. Вот по самой быстро стекающей всегда сверху лежат. Видите, второе число, за ним уже сразу все шестое. То есть это с прошлой, с прошлой коробки лежит. Ну, в магните зато всегда была беда с тортами. Поэтому сейчас пойду проведу торты. Это контрольная закупка. Аааа. Что такое? Сроки годности. Свежий, свежий справляю торт. Торты потерял. А, яйца чаще всего пропадают. Поэтому тоже яйца надо посмотреть. Я все торты пересмотрел, весь сыр пересмотрел. Колбасу, паштеты, кстати. Паштеты тоже часто пропадают, потому что их редко берут. Я вот максимум, что нашел, это вот эти паштетики. Вот 10, нет, не 10. 23 июля, то есть вот через 3 дня заканчивается. Но, скорее всего, за ними следят уже. Поэтому вот их тут выложили поближе. В общем, в наших магнитах я очень редко встречаю просрочку. Пишите, как в вашем магните дела происходят. Я здесь ничего не нашел. Да и вообще, в магнитах опасно что-то находить. Потому что, если ты предъявишь что-то за просрочку, то тебя потом могут встретить. И лучше бы ты не находил, скажут. Лучок дешевле 20 рублей я не нашел. Лучок нужен, поэтому возьму несколько. 6 рублей. 6 рублей. Благодарю. На рынке я сегодня купил желтые помидоры и лук. Потратил 13 рублей. На обед у меня будет гороховый суп. Йогурт чудо-клубничный, который мне достался сейчас. И макароны с баклажанами. Добавил сюда парочку желтых помидоров. И еще одно яблоко. Вообще, да, я видел некоторые ребята, пользуясь этим лайфхаком, выносят там целые пакеты продуктов из пятерочки. Но я повторюсь, мне этот лайфхак не очень нравится. Потому что он такой немножко неправильный, что ли, я хочу объяснить. Это все, конечно, работает. То есть, вы находите просрочку, зовете человека ответственного за качество. Она пришла сразу и сразу же забрала корзинку. И сразу же принесла мне этих же 3 йогурта. Я забрал один. Но это не так должно работать. Не должно быть просрочки в магазине. Я за это. Но я не знаю, что с пятерочкой не так. Почему у них столько просрочки. Они даже придумали вот эту должность, да? Вот эту акцию ответственного за качество. В других магазинах же нету этого такого, да? То есть, они специально придумали эту должность. Но все равно, а насколько уже лет эта акция, сколько лет уже вот эта должность у них, ну ничего не меняется, просрочка как была так есть, может у них на складах что-то не так, может с логистикой что-то не так, может они продуктами закупаются уже со сроками годностей и доставляют в магазин маленькими сроками годности, не знаю. В общем, пятерочка, я к тебе сейчас обращаюсь, надо что-то менять, вот то, что сейчас, это не работает, уже сколько времени и все равно просрочка в магазине есть, несмотря на то, что есть и ответственные по качеству, и вот эта акция там, в результате, в итоге оказывается наказанным и виноватым лишь тот человек, который ответственный за качество. В других же магазинах как-то это работает по-другому, но не так много просрочки. Ладно, ребят, короче, меня немножко бомбит на эту тему, но в общем я высказал. Но, конечно, для тех, кто живет на бомж-эксперимент и вот кому-то для разнообразия не хватает, например, йогурта, можно воспользоваться этим лайфхаком. Если вам интересно, давайте я найду просрочку в каком-нибудь другом магазине, там Магнит или Ашан, а в любом магазине просрочка есть, и посмотрим реакцию. Я попрошу дать мне вот какой-нибудь товар взамен нормальный. Снять реакцию, как это будет? Пятерочкой понятно, все уже знают, все уже ходят туда. Дорожка протоптана, в общем. На обед, гороховый суп. Нормально. Готово. Второе. Лапша, баклажаны и помидорки. Есть. Ну, то есть нет. Йогурт и яблоко. Ой, шуть какая. Один сахар, ребят. Очень сладкий. Очень сладкий. Прям запить хочется. Хорошо прям поел так, и прям настроение улучшилось. Все, увидимся за ужином. Наконец-то время ужина, и наконец-то настало время достать из морозилки курицу. Я ее разделывал еще первого часа. Два крылышка здесь, две голени и одну полубедрышко. Второе я оставил в морозилке на черный день. Из курицы ничего особенного я придумывать не хочу. Хочу ее просто пожарить и съесть. Но, но вначале я немножко срежу самый жирок, отправлю на сковородку, выжарю вместо растительного масла. Это самые долгие 10 минут, когда ты хочешь есть, но тебе нужно выжарить кожу. Шкварочки, смотрите, какие шкварочки вкусные получились. Я их сейчас тоже съем сразу. Сейчас покажу, как надо есть куриные шкварочки, кто не знал. Берете шкварочки, берете соль, чуть-чуть соль, можно чуть поперчить, а теперь надо чуть-чуть похрустеть. Вот это тема. Ты мне леща эти шкварочки? Вот здесь рядом лежит лещ, но я его не променяю на свои шкварочки. Это же шкварочки. Да пока для зрения полезны. Шкварочки? Желтые помидоры. Желтые помидоры, ребят, полезны для зрения. Ешьте желтые помидоры. А чем они полезны? Все желтые продукты полезны для зрения. Морковка, перчики желтые. Да. В общем, как вы видите, у меня тут деликатесы. Желтые помидоры полезны для зрения. Желтая алыча, желтая рябина у меня тут заваривается. Еще я нарезал чеснок и лук. Это сейчас я буду после жарки курицы добавлять на сковородку. Получится такой зажарочка, соус, который буду потом везде использовать. А еще я поставил гречку. А еще у меня есть одна пита маленькая. В общем, я уже немножко перекусил, тут похватал по чуть-чуть и уже радостный чуть-чуть. В общем, у меня все заканчивается. Я прочитал ваши рекомендации в комментариях, показать, сколько у меня осталось в запасе продуктов. И сейчас как раз экватор и самое время это сделать. Ну, завтра покажу, потому что сейчас уже поздно. Сейчас самое время поесть и лечь спать. Еще одну помидорку хапну. Курочка пожарилась. Курочка готова. Теперь закидываю на сковородку лук, чеснок. Немного обжарю и потом добавлю сюда же сразу гречки. Огонь выключаю. Накрываю крышкой, чтобы гречка еще вот этим всем сачком там пропарилась. И через 5 минут ужин будет готов. На ужин у меня гречка с луком и курицей, 1 помидор, алыча и компот из рябины без сахара. Обычно за ужин я могу съесть и больше, но все равно целый кусок мяса свежеприготовленный, очень приятно. В общем, ужин сегодня будет очень вкусный. Я, ребята, кстати, ем немало. Я обычно ем очень много. У меня и первое, и второе, и завтрак, все дела, в общем, происходят. Поэтому я не голодаю, я ем прям нормально. И в итоге, если сказать, за первую половину месяца все прошло очень даже хорошо. В общем, было и вкусно, было и разнообразие продуктов, тем более всяких разных напитков у меня очень много. Вообще сложно оценить, как это выглядит со стороны, как обычно будет голосовалочка. Вот здесь вот, вы можете проголосовать. Как дела у Сереги? Нормально? Чего-то не хватает там? Или я не доедаю? В общем, все здесь варианты ответов будут. Курочка очень вкусная. Весь жирок вытопился, прям как я люблю. Она супер поджаренная получилась. А самое главное, знаете что? Что эта курочка пожарена без растительного масла. Вот такой вкус мне очень нравится. То есть она пожарена на собственном жиру. Это очень вкусно. Все, ребят, я наелся. Вы знаете, какой годный лайфхак? Мне посоветовали в комментах. Поехать на Бахчу, насобирать арбузов и дынь. Так лучше не делать. Тем более в сезон. Бахчи обычно охраняют, поэтому что-то собирать с поля, это нужно быть счастливчиком. У нас другой есть годный лайфхак. Завод в области стоит, перерабатывает овощи. И там много выкидывается. Но тогда нужно на машине ехать и сразу полную машину бесплатно собирать. Это уж слишком получается. Если есть интересные способы, какие-либо лайфхаки, которые нужно проверить на бесплатную еду, пишите, конечно же, в комментариях. Я с вами на этом не прощаюсь. Увидимся через секунду. Так, день 15 я отметил. Готово. Всем доброго! Всем доброго утра. На самом деле уже не утро, а полдень. Я с утра не завтракал и взял с собой перекус. На полуденный перекус. На полдник, не знаю. Почему полдник называют обычно еду вечером? Полдник это полдень. 12 часов сейчас. У меня такая лепешка среднего размера. Там последнее аллочевое варенье. И у меня еще где-то была вода. И вода. Все, это мой завтрак. Вот такая вот она на вид внутри. Не тоненькая лепешка. Кисленькая, сладенькая. В общем, отличный такой бодрящий завтрак. Ну, жестковато, конечно. Вернусь домой. У меня в планах сегодня сводить варенье яблочное. Показать вам, сколько у меня осталось продуктов в запасе. И поесть. Чего ешь? Лепешку. С чем? С аллочевым вареньем. Откуда аллочевое варенье? Сам сделал. Хочешь? Не, я, во-первых, ее не прокушу. Эту лепешку ешь. Мама сразу сказала, что она жесткая. На, я мытый виноградик принесла. Виноградик? Мытый. Сейчас можно есть. А, забыла. Я же все забыла, господи. У меня же эксперимент, я не могу видеть. Дурацкие эксперименты тебе. Вообще у нас была голосовалка, когда был такой пункт. Можно ли питаться в гостях, там, на праздниках или какие-нибудь еще. Мало ли, на мероприятие попал на какое-нибудь. Начинается. Но я попаду как раз на такое мероприятие. Будет день рождения в субботу. Так что шашлычок халявный тоже будет. У кого день рождения? Мужчинка. Все, ребят, увидимся в обед. На обед у меня сегодня гороховый суп. На второе гречка с лучком зажаренная. Немножко огурца и одно крылышко. Компот, конечно же, присутствует. И печенье овсяное. Сладкого очень хочется. Наложил себе сразу вот. Я так скажу, выглядит сытно. И, ну, блин, классно. Мне горох нравится. Гречка мне нравится. Крылышко, мясо присутствует. Зажаренное все это. Огурчик обязательно. Вот он, огурчик. Обязательно его для аппетита. Потому что, когда режешь огурчик, что-то в воздух выделяется. Это все. Ай, сразу есть хочется. Так, ну и сейчас нужно будет после обеда обязательно вот эти все яблоки, которые уже несколько дней лежат в холодильнике. Нужно их переработать. Варенье у меня закончилось. То, что у меня яблони растет рядом с домом, это вообще, это прям вот, меня прям выручает. Потому что я яблоки и так ем свежие. Мне еще посоветовали в комментариях их запечь. Дольками можно запекать, можно просто запекать. Просто руки пока не дошли. Ну, я просто яблоки такие свежие люблю, поэтому я их так ем. Готово. Меня спрашивают, как тебе, Серега, эксперимент. В общем, ну, эксперимент отлично все проходит. Я не испытываю ни чувства голода. Да, разнообразие в еде, конечно, есть. Но я привык очень много фруктов, всяких разных есть, тем более летом. Поэтому вот это для меня непривычно. То есть я бы сейчас, конечно, у всяких там персиков, винограда бы там. Все-все-все там. Я прям обычно ею килограммами ем. Гречка. На второе с крылышком. Очень вкусная. Смотрите, как разваливается все. Готово. Так, печеньки и чай. Чай надо пить побольше. Зеленый чай отлично утоляет жажду. Не буду тратить время. Печеньки жуются долго просто. Поэтому сразу буду одновременно жевать и готовить вот эти все яблоки. Яблоки у меня битые и червивые. В общем, не очень хорошие яблоки. Вот такое количество я перетер на варенье. А вот это вот все сразу ставлю на огонь и будет компот еще. Перетертое яблоко я еще немножко прошелся блендером сейчас, чтобы измельчить. Теперь перекладываю в кастрюльку. Вот столько сахара у меня осталось. Много ушло на печеньки, на варенье. Но я вторую пачку сахара просто не могу купить. Еще потратить 30 рублей на сахар. Надо вот эту вот растереть до конца месяца. Чуть-чуть водички сюда налил. Поставил на медленный огонь. Добавляю сахара. Вот я вот сейчас думаю, сколько сахара надо добавить, чтобы получилось вкусно, но не потратить много сахара. Яблоки, они вообще содержат пектин. Там должно быть что-то такое, что их свяжет и получится как варенье. Поэтому я сюда немного вот так вот добавлю чуть-чуть и посмотрю, что получится. Вот сахар остался еще нормально. Еще чуть-чуть вот так. Вот такое получилось свежее, легкое, такое ароматное яблочное варенье. На ужин я сделаю к этому варенью блинов. Но так как у меня муки совсем нет, ничего осталось. Вот на донышке. Ребята, у меня мука закончилась, представляете? 2 кило муки. Там грамм, наверное, 100. Все, я разбавлю обычную пшеничную муку перловочной мукой, которую сейчас опять намалю. Раз. Два. Готово. Три. Вот столько у меня муки получилось перловочной. Сюда же обычную хлебопекарную. Все. Ребята, муки надо будет обязательно взять. Короче, секрет этих блинов, переворачивать их, когда они сами уже отстанут от сковородки. Видите, краешки загнулись. Вот еще минуты 2 ждем. И тогда можно легко его подцепить. Ребят, мука закончилась. Как я мог столько муки съесть? Кто-то слишком много ест. Начинается самое интересное, в общем, ребят. Денег-то осталось всего 154 рубля. А еще полмесяца. Пока жарятся блины, сейчас покажу, что у меня в запасах осталось. Итак, начну с этой стороны. 5 яиц. Немного кукурузной крупы. Немного пшеничной крупы. Вот столько гороха. Растительное масло. Гречка. Где-то полпачки. Перловка. Примерно треть пачки. Овсянка. Полпачки точно. Риса. Тоже с полкилом где-то. Меньше. Так. Три зубчика чеснока. Майонез. Майонез каждый день провансаль. Чуть-чуть. Ну, пол-треть. Один мюсли батончик. Несколько лепешек пита. Больших и маленьких. Всего четыре. Зеленый чай. Чуть-чуть. Но этого у меня точно хватит. Сахара грамм 200. Молочка. Вот на донышке. Вот так вот. Мята. Сахарная пудра. Свежее яблочное варенье. Это обжаренная перловка и остатки циколия. Вот разного цвета. Кисло-сладкий соус из лычи. Немного вареной гречки. Так, дальше сюда. Когда жаришь блины на три сковородки, надолго отходить нельзя. С этой стороны стола. Примерно килограмм помидор желтых. Вот это надо съесть сегодня. Морковка неумытая. Половина свеклы. Кстати, надо обрезать ее и съесть. Курица. Две голени и одно крылышко. Жареные. Морковка начатая. Огурец начатый. Еще одна морковка и две картошки. Два небольших лучка. И осталась только заморозка. Такая огромная кастрюля горохового супа. Немного смородины. Прям чуть-чуть свиной фарш, разделенный на две части. Куриный фарш. Одна часть осталась. Одно куриное бедрышко замороженное. Вот такое количество вареников мясных самодельных. Суп из перловки одна порция. Вот суп из перловки одна порция. А это гороховый был. Все. И теперь и блины, конечно же. Итак, на ужин у меня получается будет целая куча блинчиков перлово-пшеничных со свежим яблочным вареньем. И еще компот, конечно же. День 16 заканчивается. Я отмечаю его в нашем календаре. Пока что все идет замечательно. Завтра будет контрольное взвешивание. А для вас я, как обычно, подготовил суперопрос вот здесь. Повторно предлагаю проголосовать. Сейчас середина месяца. Вы посмотрели ровно половину. И давайте сделаем повторный опрос. Сможет ли Серега прожить 30 дней на 1000 рублей? Вот здесь сейчас это результаты прошлого опроса. И сейчас будет очередное голосование. Изменилось ли ваше отношение к моему эксперименту или нет? А пока что у меня на ужин блинчики. Свежие блинчики. Они так пахнут. Со свежим же яблочным вареницем. Ну, сахара здесь немного, поэтому оно такое получилось нежное, такое свеженькое. На этом видео заканчивается. Я с вами же не прощаюсь. Увидимся буквально через 2-3 дня. Вам хорошего настроения. Еще раз спасибо за просмотр, за все ваши дельные советы, комментарии. И все, что вы оставляете там вот внизу под этим видео. Я чуть-чуть не сжег, блин. Я его сейчас положу в серединку, он потом там размякнет, оттает. Ну, это хорошо, что я вспомнил про него. А то бывают случаи, когда безвозвратно потерянные блины бывают. В общем, вам хорошего настроения. С вами, как всегда, был всеядный Серега из Волгограда. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok